Если остались какие-то вопросы, можно потом ко мне подойти и пострашивать. Сейчас, одну секунду, сейчас мы закончим презентацию, но, в принципе, кто-нибудь с... Ну, понятно, кто-то был на форсайт-слоте, кто не слышал про такую вещь, как форсайт? И что это значит? Раз, два... Немного, немного. Окей, тогда мы на этом более подробно потом остановимся и пройдемся. Может быть, этот человек? Ух, все тут было. Ну ладно. Как говорил Дулгейтс в свое время, то, что банкинг, банковское отслуживание и все, что с ним связано, депозиты, кредиты, вещь, конечно же, необходимая. А вы сами банки лежите. И сейчас рынок финансово меняется. Рынок финансово в большом, в общем понимании, который включает в себя и страховые компании, и фонды, и различные площадки, помогающие людям как с накоплениями денежных средств, так и с получением их и тратой. Основные направления, которые сейчас развиваются, лежат в области электронной коммерции, электронного банкинга, уберизации, это сейчас понимается как снижение неких слоев, посредников, по примеру убера. То есть, я думаю, то, что про убер все слышали и в большинстве, скорее всего, пользовалось. Также это с технологией с Граунда, про которую позже расскажут. Питупи истории, все, что связано с персон-то-персон, переводами, взаимодействием, перемещением ресурсов. Естественно, блокчейн, технологии, и все, что с ними тоже связано. Соответственно, три основных направления, три вывода, которые сейчас можно сделать, это то, что все идет к устранению посредников, появлению новых игроков на рынке, непрофессиональных в финансовой сфере, и адресность, когда мы можем напрямую достичь пользователя. Систем, дальше. Рынок финтех достаточно молодой. Он возник сравнительно недавно, когда появились стартапы, которые влезли на очень зарегулированный и сложный рынок. И с момента его появления, инвестиции в финтент индустрию, всего лишь 49,4 миллиарда долларов. Но только за пятнадцатый год, за первое полугодие пятнадцатого года, инвестиции составили 12,7 миллиардов долларов. Это рынок, который растет очень быстро. Можно точно. Но Россия, к сожалению, пока занимает очень маленькое место на этом рынке. Основные направления – это кредитование, поскольку всем нужны деньги, все должны их откуда-то получать. Платежи – по той же самой причине все делают платежи. Личные финансы, инструменты малого бизнеса и дальше по мелочам. Есть такая замечательная компания, которая делает такие графики, которые отображают жизненный цикл технологий. Чем они интересны? Они интересны тем, что по этой кривой можно понять, какая технология уже входит в обиход, а какая имеет большие перспективы и куда надо сейчас обращать внимание и вкладывать. Собственно говоря, наверное, нет смысла сейчас рассказывать, потому что те технологии, которые здесь представлены на начальной стадии, они будут актуальны лет через пятнадцать-двадцать. Можно следующий слайд. Теперь немного про форсайт. Что такое форсайт? Форсайт – это не предсказание будущего. Будущее предсказание невозможно, этим занимаются астрологи только. Не знаю, насколько хорошо у них получается. Что можно сделать в будущем? О нем можно договориться. Можно собрать различных участников, которые это будущее будет формировать, собрать их вместе. Нарисовать некую карту, которая включает в себя тренды, технологии, ресурсы, угрозы. Тренды могут быть взаимосвечающими. Это не страшно. Например, тренд на централизацию и государственный контроль. Он присутствует, он есть. Но точно так же есть тренд на децентрализацию и на преодоление границ государства. И когда сформирована эта карта, участники договариваются, как они будут по ней двигаться. Что они будут делать. В какой момент они смогут и должны будут менять направление своего движения. Соответственно было три пара кода, девять рынков. Один из которых был Finnet. Остальные рынки, они, наверное, кстати, как раз для акселератора стали особенно актуальны. Например, IronNet и SnareNet. И SafeNet, EnergyNet. Тем не менее. И наш рынок был разделен на две части. Централизованные и децентрализованные финансы. В частности, я из централизованных финансов. Ярославский из децентрализованных финансов. А, у меня расслаблено. Можете передачисовать? А для чего все это проводилось? Это проводилось в целях развития НТ. НТ – это национальная технологическая инициатива. Это формирование неких рынков, которые к 2035 году позволят России стать мировым лидером по ряду направлений. Критерии выбора рынков достаточно простые были, достаточно четкие. Вы можете их прочитать. Думаю, не имеет смысла их озвучивать. Одной из главных вещей – это история B2C. Она должна быть масштабной. И на ней должны присутствовать потенциальные лидеры рынка. Но при этом сам рынок еще должен быть не до конца сформирован. Либо не сформирован вообще. Можно следующий слайд. Это та карта Finnet, которую мы сделали. Она рассчитана на три временных промежутка. До 20-го года, с 20-го по 25-й и с 25-го по 35-й годы. Те технологии, которые лежат в дальнем периоде, в долгосрочном, они, естественно, все очень условные. Они связаны и с нейроинтерфейсами, и с возможными технологиями, которые еще не существуют. Те технологии, которые лежат в периоде до 20-го года – это те технологии, с которыми можно работать уже сейчас. Они уже есть. Можно я замечу? А почему вообще сейчас важно обращать внимание на Finnet? Сейчас начинает свою активную деятельность, так называемое поколение УАНИ. Я думаю, тоже многие уже слышали такой термин. Это поколение возрастом где-то от 20 до 30 лет. Они по-другому смотрят на многие вещи в мире. Они с меньшим доверием относятся к традиционным организациям, к банкам. Они используют альтернативные ресурсы и получения денег, и управления деньгами. И это то поколение, с которым надо уже считаться, с которым надо работать. Это то поколение, которое будет формировать будущее. Можно сделать число это? А что происходит сейчас? Finnet ставит своей задачей популяризацию финтехов на всех уровнях. Сейчас, к сожалению, компетенция и понимание этой отрасли достаточно слабое. Мы нарисовали такую карту, где представлена примерная ситуация, которая сейчас существует, и та, которую мы хотим видеть в будущем. Сейчас есть чиновники, депутаты, которые боятся финтех технологий, не понимают. Ну, большинство боится, потому что не понимает. Которые не до конца уверены, что эти технологии могут быть применены. Надо сказать, что с этой группой уже начата работа. В частности, в последние три недели мы читали небольшую секцию для корпорации развития оригинальных чиновников по финтеху. Дальше это студенты с преподавателями вузов, которые тоже не все до конца понимают этот рынок. И с обладающими большими компетенциями, но наименьшим влиянием на рынок, это стартаперы, молодые ученые, безумные. Соответственно, одним надо дать знания, другим надо дать возможности. Пожалуй, все вкратце про то, чем мы занимаемся. А если есть какие-то вопросы, готов ответить? Есть вопросы? Нет вопросов? Окей, хорошо. Тогда передаю слово обратно Михаилу Дасу. Спасибо большое. Спасибо.